Добрый вечер, в эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и приглашаем наиболее интересных собеседников. Сегодня наш гость, главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева. Сейам, алейкум, Севгиль. Алейкум, сейам. Ну, Севгиль Мусаева особенно долго представлять не нужно. Добавлю от себя только то, что этот человек, который, пожалуй, если не практически полностью, то совсем полностью разбирается в украинской политике, а в ней сейчас царит абсолютный хаос, на мой взгляд, и непонятки. Вот мы, Севгили, будем допрашивать сегодня про то, что происходит в стране. Это модное слово сейчас же, всех на допрос вызывает. Есть еще политики в Украине, которые не вызвали друг друга на допрос? Ну, их с каждым днем все меньше и меньше. Всего мы наблюдали, да. А что наблюдали сегодня? По поводу будущего, политического будущего Виталия Кличко, например. Это было очень интересно. Я думаю, что мы еще увидим продолжение в том числе. Ну, ты имеешь в виду то, что сказал сначала Кличко, записал ролик, или нет? Была конференция главы офиса президента, в которой он в подробностях или в каких-то коротких подробностях рассказал относительно того, как обстоят дела с Киевом, собственно говоря, ссылаясь на встречи с господином Кличко, что фактически Кличко уже последние несколько лет не контролирует ситуацию. Так что смотрящим отдал якобы город. Да, отдал все смотрящим, и в том числе эти смотрящие якобы предлагали какие-то деньги офису президента для того, чтобы все осталось как есть. Ну, это достаточно интересно. Вы знаете, я еще не помню такого горячего политического сезона, как вот летом 2019 года. Обычно лето это такой тихий сезон, когда все уезжают в отпуска, и в принципе ты ничего не слышишь. Тут каждый день что-то происходит. Выборы неделю назад закончились, Порошенко, ДБР теперь, и Попея с КМДА, и Киевом. Ну, все мы это обсудим. Сейчас предлагают редакторы посмотреть выступление Богдана частично и обсудить. Он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних пяти лет. И мэр города Киева Виталий Ковальчко подтвердил мне, что действительно, это его слова, он не контролирует Киевскую Раду. Есть два-три смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находиться с ними компромиссом, у него не будет большинства в Киеве Раде, а, соответственно, он не может быть эффективным мером. Ну, вот такая речь. Собственно, что я раньше сказала. Ну, о чем это говорит? О том, что судьба Кричко, видимо, решена в адміністрации? Я думаю, что да. Я думаю, что да. А почему, как ты думаешь, Кричко так мешает новому главе государства и офису? Это вопрос не Кричко, это вопрос того, кто контролирует Киев. И офис президента, и думаю, что сам Зеленский понимает, наверное, важность Киева для общенационального проекта. А вот какую роль Киев занимает в общенациональном проекте, если уж мы об этом заговорили? Почему так важно для Зеленского иметь своего главу КМДР? Ну, это кто контролирует столицу, тот контролирует страну, собственно. Это тот тезис, который всегда существовал. А конкретно ситуация, которая существует еще с Кричков, я думаю, что недаром были упомянуты, в том числе, и смотрящие, которые якобы руководили последние несколько лет городом. Я думаю, что эта ситуация связана в том числе с конфликтом застройщиков киевских, потому что я думаю, что господин Богдан имел в виду как раз-таки застройщиков в окружении Кричков. Это люди известные, собственно, благодаря в том числе программе «Схемы». Михаил Ткач снимал сюжеты о том, что Виталий Кричков путешествует, в том числе пользуется общим чартером с небезызвестными киевскими застройщиками. Я думаю, что конфликт заключается именно в этом. А с другой стороны тоже есть какие-то застройщики? Ну, не секрет, что в том числе новый офис президента будет строить бизнесмен Ваврыш, который также является киевским застройщиком. Я думаю, что частично это продиктовано в том числе и некими конфликтами в этой среде. Ну, у нас есть кусочек, один из праймов, который вчера вышел на телеканале АТР, как раз интервью было на Скричко, где он рассказал о давлении на себя. Давай послушаем. Ну вот даже про авторитаризм Кричко заговорил. Действительно это так? Ну, странная риторика, если честно. Я не могу понять, что именно он имел в виду. Но, если честно, все эти заявления относительно Кричко, они, как бы тебе так даже сказать, вызывают... Я не могу сказать, что такое отторжение. То есть, понятно, почему это продиктовано тем, что действительно команда президента успешно закончила эту парламентскую кампанию, победив в том числе, ну, если говорить о президентских выборах. Ну, это тотальная победа. Да, 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 да. Но я думаю, что в том числе какое-то головокружение от успехов тоже может случиться в связи с этим. Я не знаю, насколько это можно характеризовать словом авторитаризм, но то, что, возможно, люди вот этой вот зеленой волной, которая сейчас уже многие и социологи об этом говорят, и политологи, что, да, вот эта вот зеленая волна, она фактически, как бы, везде, да, там, захватила Украину. И в том числе это показывает... Сегодня были результаты опроса социологического, собственно, что партия Зеленского «Слуга народа» набрала приблизительно одинаковое, плюс-минус количество голосов во всех регионах страны. И это дает, скажем так, действительно очень много возможностей для изменения на места. Ну и самолазность. Но я думаю, что в связи с этим появилась идея проведения местных выборов, потому что пока есть возможности, пока действительно рейтинг вот такой вот, да, можно провести ряд изменений и поменять, собственно, все. Но в Киеве есть особенность, да? В Киеве все-таки мэр избирается народом. И после Януковича, как все знают, эта должность совмещалась с главой КМДА, как бы народ выбрала, ну, это как вот такие законы по умолчанию, да? И эта система, насколько я понимаю, будет нарушена. Кличко с мэра не уйдет, по крайней мере, до выборов, да? А будет призначена глава КМД, исполнительная власть и президент. Да, я думаю, что мы в ближайшее время узнаем, кто это будет. Но я думаю, что на самом деле мэрские выборы тоже возможны. И тут вот вопрос, который в том числе мы обсуждали в интервью с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, относительно того, насколько Кличко в случае проведения местных выборов в Киеве, да, сможет сохранить свою позицию. Если он пойдет под флагами, например, европейской солидарности, о чем также Порошенко говорил в интервью, что мы готовы его поддержать. Либо любой кандидат от Зеленского может набрать... Ну да, по аналогии с мажоритарными округами, да. Никто не ожидал, никто не ожидал таких результатов по киевским округам. Никто. Даже партия «Слуга народа», они рассчитывали взять 80-90 мандатов. И даже в каких-то своих очень смелых мечтах, я думаю, они не представляли, что можно взять все киевские округа. Это уже точно, потому что я даже разговаривал с людьми, которые, ну, близки к этой команде, к Зеленского, да, они точно не ожидали. То есть это почти в два раза превзошло их ожидание, то, что вы получили в итоге выборов. И я хочу напомнить телезрителям, что у нас есть телефон, точнее, вайбер, вообще можно звонить отовсюду и бесплатно, плюс 38073-419-4158. Также можно соединиться с нами скайпом, etr.tv, и выйти в прямой эфир, задать свои вопросы в Гильму Саеву, редактору «Украинской правды». Ну, ты сама заговорила про интервью с Порошенко. Оно было, наверное, такое первое большое после выборов, да не, наверное, а точно. Первое интервью он дал изданию «Главком», практически в начале парламентской кампании. Нет, после, я имею в виду. А, после парламентской кампании, да, после парламентской, конечно, да. И там в преамуле... Ну, этого интервью очень долго добивались. Да, ну, это было еще в той эпохе. Как ты думаешь, почему тогда, когда еще Порошенко был при власти, почему тогда он бегал от «Украинской правды», ну, казалось бы, что ты бегаешь, это же с ней не против тебя, да? Это вы хотели сделать честное интервью, и можно было дать его, начиная там, ну, я не знаю, когда вы начали, да, с Нового года, да? С 2015 года еще Павел Шеремет просил об этом, в том числе после пресс-конференции подходил на тот момент президент Петра Леопедевича, просил об этом интервью. И мы практически ежемесячно просили, и направляли и запросы, и в устной форме. То есть четыре года, главное, ну, это мое оценочное суждение, наиболее такое респектабельное, что ли, с истории СМИ Украины, просит президента Украины просто дать ему интервью. И четыре года молчания, и почему он вдруг согласился? Петр Порошенко не давал, как мне кажется, и в том числе, мне кажется, что ответ на этот вопрос скроется в одном из ответов на вопросы, как раз-таки в интервью, когда он сказал, что украинскую правду никто не заподозрит симпатией к Порошенко. Мы действительно были достаточно критично настроены по отношению к... Не то чтобы критично, мы рассказывали о деятельности. Вы не травили его, вы не участвовали в компании очарения. Мы рассказывали о его бизнес-интересах, о коррупционных скандалах в окружении президента. И на тот момент Порошенко был очень чувствительным к критике, и, к сожалению, не мог слышать. В том числе, во второй части интервью, которое выйдет также, он говорил о своих... Ну и, в принципе, он говорил это раньше, что у него были коммуникационные ошибки, и что это были кадровые решения. И конкретно, я думаю, что ситуация СУП, это одна из таких вот ситуаций, одна из крупинок такой вот глобальной проблемы коммуникации, которая действительно... Ну, могу подтвердить, что и на ТР он тоже не приходил за все... 15-го года сколько? Ну, тоже, да, 4 года, ни разу на Крымстарском телевидении не появился. Ну, формат общения с прессой Порошенко был следующий. Это либо пресс-конференции, куда приглашались сотни журналистов, и они могли иметь доступ. Либо это интервью в дружеской атмосфере, четырем-трем каналам по... Ну, не могу сказать задуманно, я не хочу кого-то в чем-то обвинять, но вопросы были соответствующие, они были... Больше касались ситуации на фронте, нормандского формата... Ну, то, о чем он хотел говорить. ...инских договоренностей, дипломатии, предвыборной кампании. Это, конечно, были вопросы, связанные с Томасом, с армией, с законом языки. Но я не хочу предсказывать интервью. Я всем рекомендую, зайдите просто в интернет, забейте Петру Порошенко, Сергею Мусаеву, и прочтете объемное, большое. Там для понимания очень много, но Сергей, пользуясь случаем, хочу спросить о впечатлениях, которые не отражены на бумаге, например. Вот как тебе кажется, он понял вообще, в чем он ошибался? Или не до конца? Или все-таки сделал выводы? Или еще не сделал? Вот сложно по его даже кадровым сейчас решениям каким-то, ну, внутри партии, в списке, да? Там какой-то микс идет, да? Непонятно, то ли он действительно понял, почему он проиграл, ну, или получил такой плохой результат потом в парламентских выборах тоже. Мне кажется, он недопонял, как там наполовину все произошло. Какое твое мнение? Мне кажется, что частично он уже многие вещи понял, но не может, наверное, признаться на публике в этом. Ну, а лично он тебе что-то сказал? Лично, это же для того и лично, чтобы, наверное, оставалось между людьми, несмотря на то, что, как бы, да, мы журналист, а он политик и бывший президент. Мне кажется, это неправильно будет, если я буду выходить за рамки каких-то, да, вот вещей. Но что я могу сказать? Мы много говорили, в том числе, об ошибках. Это будет во второй части. Он признавал кадровые ошибки, он говорил, что действительно эта ситуация, например, с Гладковским, которая очень повлияла на результат выборов, потому что... Ну, он добил фактически его рейтинг, я так думаю. Да, по данным штамма Порошенко, вот из-за скандала с Укрбором Промом, из-за скандала с Гладковским, Порошенко потерял от 7 до 10% голосов избирателей. То, что было его сильной стороной армии, вдруг стало наоборот... Ну, я думаю, знаешь, я тебе так хочу сказать, что те люди, которые вот его поддерживали, и действительно верили в какие-то вот начинания касательно независимости церкви, и в том числе Порошенко очень культивировал образ... Сейчас он культивирует образ такого отца нации, но на тот момент это еще был образ главнокомандующего, и вот когда вот этот образ главнокомандующего рушится вот рассказом о том, как все происходило в Укрбором Проме, я знаю, что очень многие люди после этого действительно решили, что они не будут за него голосовать. Очень много таких людей, даже среди моих знакомых, в том числе и в Крыму, многие мне об этом рассказывали, что этот скандал, он очень сильно повлиял на отношения к президенту. Что я могу сказать, что в интервью, это будет во второй части, мне кажется, если честно, что вторая часть в некотором смысле получилась даже более интересной, чем первая. Так же всегда бывает, я думаю. Первая, она была более информационная, это была первая встреча действительно после парламентских выборов, мы говорили о результатах, мы говорили о допросах ДБР, и действительно очень много было каких-то вопросов вот текущего момента. Я все-таки хотела с ним построить беседу относительно осмысления вообще, что произошло и как произошло, и какие он выводы для себя сделал, чему ему научило это президентство, потому что я думаю, что действительно, когда политик сталкивается с такими вызовами, с которыми столкнулся на своем политическом пути, Петр Порошенко это не проходит бесследно. И я думаю, что человек, который обладал такой властью, в какой-то момент теряет ее, это тоже в том числе, наверное, следует какая-то переоценка ценностей или понимание, что вообще случилось за это время. И мы много говорили об этом с ним, и прозвучала фраза, что, возможно, мне стоило уволить Гладковского еще несколько лет назад. Ну, все это во второй части интервью Порошенко и Сергея Мусаевой. Спасибо вам. Да, я с удовольствием анонсирую хорошие тексты, даже не читая их, потому что у тебя репутация есть. А теперь немножко из этого интервью. Петр Порошенко, комментировав досрочные выборы Верховной Рады, выразился таким образом, вот отвечая на вопрос, Сергей, как раз могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас в полиции, отметил бывший президент. И на эти слова министр внутренних дел действующий, Аслен Аваков, отреагировал резко. И тоже это одна из сегодняшних таких ярких цитат. Давайте ее послушаем. В интервью «Украинской правде» Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него была работа полиции. Полиция, как и МВД в целом, не работали на него, а работали на честные выборы на Украину. Увы, для Порошенко лгать, как дышать. И поэтому он проигрывает. И на эту межу окончательного неверия и надежды поставил страну этот человек по имени Петр. Не жаль его. Хоть и по беспределу его кончать неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым важно. А вот то, за что заслужил отвечать, пусть отвечает. Не жаль. Ну, на мой взгляд, это на грани какой-то литературы, такой, я не знаю, в каком жанре даже, но я не гость в студии, сегодня сегодня гость в Гильмасаеве. Комментируй, пожалуйста. Это было, наверное, одно из первых сообщений, которое я видела, когда сегодня открыла Фейсбук. И мне было интересно реакции на интервью. И так получилось, что этот пост министра внутренних дел был одним из первых постов в моей ленте, когда я открыла. Потому что мы интервью вывесили поздно ночью. И вот утром была уже такая реакция господина Авакова. Но, вы знаете, это достаточно странно слышать, учитывая, что Аваков был членом стратегической девятки. То есть это комитет, который занимался фактически выработкой решений и реакцией на какие-то кризисы в администрации президента. Мне достаточно сложно, странно это слышать от Авакова, который столько лет работал с Порошенко. Хотя они в последнее время, конечно, не дружили. Это тема интереса. Да, не могу сказать, что устраивало. Действительно, было противостояние. И мне очень нравится фраза, которую в свое время в одном из текстов употребила по отношению к Авакову Юлия Мостова, что это не первый, но и не второй человек в стране. Действительно, у Авакова было огромное влияние. И, в принципе, это влияние существует и по настоящий день. Потому что, в принципе, велика вероятность того, что он останется на своей должности и в будущем в составе Кабинета министров. Слухи об этом, и это обсуждается уже последние две недели. И с большой долей вероятности мы увидим Арсена Авакова на позиции министра внутренних дел и в следующем правительстве, если ничего не изменится. И, вы знаете, это достаточно странно слышать, поскольку не секрет, что... Я помню, в том числе об этом в одном из интервью говорил Михаил Саакашвили, что Авакова и Порошенко фактически поделили страну на двоих. И журналисты-расследователи также внимательно следили за этой темой. Действительно, если говорить про господина Авакова, то люди, которые входили в его окружение, контролировали и лотерейный бизнес, и распределивали месторождения добычи газа в стране. И еще очень много-много-много вещей. И всех все устраивало. А сейчас это выглядит как то, что Порошенко, который потерял власть, по отношению к нему можно употреблять в том числе и такую жаргонную лексику. Я считаю, что это, во-первых, не красит министра внутренних дел, потому что... Кончатки и беспределы ты имеешь. Да я не хочу это повторять. Да, извини, я скажу. Мне кажется, что если господин Аваков может себе позволить такие выражения, то... Не знаю. Я воздержусь от комментариев, потому что мне это было просто неприятно читать. И тем более от министра внутренних дел. Ну, он сказал, что не надо кончать по беспределу. Сказала. Все-таки, да. Ну, это не меняет суть дела. Мне кажется, это недопустимо от чиновника и от человека, который должен обеспечивать и несет его министерство как раз-таки функцию обеспечения правопорядка, справедливости и всего остального. Вот ты из США вернулась, там много по-английски разговаривала, когда училась, да? Я только подумал, что, наверное, ни один переводчик в мире вот так сходу бы, ни один, даже самый рациональный синхронист, не смог бы перевести эту фразу. Нет, нет, это действительно очень интересно. Я думаю, что наши иностранные коллеги, которые в том числе освещают Украину, они сегодня были в замешательстве, как эту новость можно перевести для своего читателя. Ну, на самом деле, из людей, которые критикуют сейчас Петра Порошенко, Арсен Наваков не единственный. Еще один твой преданный читатель, наш читатель из Винницы, мой из Киева, конечно, теперь Владимир Гройсман пишет. Прочитал интервью Петра Алексеевича для «Украинской правды». Похоже, он так и не сделал для себя выводы всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял. Я не пошел на выборы вместе с ним. Далее. Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце концов, я тоже не смог, ввиду его подходов, реализовать все то, что намеревался сделать. Именно поэтому нам не по пути, что же у него уже все позади, уверенно, Украина все впереди. Мне кажется, что они все хотят, по крайней мере, вот тут Гройсман хочет угнаться за Зеленским, который сказал, я ваш приговор. И вот я смотрю, просто дьявол какой-то, он всем мешал раскрыться. Да, Порошенко всем мешал во время своего президентства. Никто не мог ему сопротивляться. Все пытались, но, к сожалению, ничего у них не получилось. И теперь все жертвы узурпации власти Порошенко и в том числе его методов управления. Конкретно относительно Владимира Гройсмана, и в интервью этот вопрос звучал, я думаю, что поэтому реакция была именно такая, потому что в интервью Петр Алексеевич сказал, что, в принципе, что сделал Гройсман. И тут я, кстати, с ним могу согласиться. Он очень порядочно, кстати, в твоем интервью. Ну, я бы не... Не, но он мягко говорил про Гройсман. Ты знаешь, когда человек говорит, что я, думаю, Борисович обожаю вселякие горазди, но вот это как раз-таки воспринимается, что на самом деле я ничего хорошего его не желаю. Ну, там голоса не было, это же интервью газетный, поэтому... Видеоверсия тоже есть, и там как раз-таки можно это почувствовать. А, извини, я просто читал, я привык читать. Я понимаю, да. Так вот, относительно Владимира Борисовича, и тут я, кстати, могу согласиться, потому что амбиции, действительно, которые были у Владимира Гройсмана, закончилось тем, что его партия, к сожалению, оказалась за бортом рады девятого созыва. Если честно, его политическое будущее вызывает много вопросов. Как он сможет реализоваться? Вот вновь новой команды с президентской он может сработаться? Были же такие уже у него публичные? Я не думаю, если честно, потому что ту риторику, которую мы слышали по отношению к Владимиру Гройсману со стороны президента Зеленского, я думаю, что вряд ли. И в том числе и во время инаугурационной речи, во время выступлений его, когда он говорил, что дороги, которые строятся только в чьей-то фороблевио-яре. Там всем досталось, не только Гройсману. Но Гройсману в том числе. И поэтому я не думаю, что Гройсман сможет как-то сработаться. Хотя, мне интересно. На самом деле, эта история, которая у нас длится уже несколько месяцев, это полный перезапуск вообще всей политической системы. И количество людей, которые останутся за бортом политической элиты, в том числе по результатам этой парламентской кампании, оно огромное. И это удивительная история, когда люди, которые в течение пяти лет занимали очень важную позицию в жизни страны, входили в десятку самых влиятельных людей в Украине. Я имею в виду того же Владимира Гройсмана, я имею в виду того же Игоря Кононенко, Александра Гановского. Их будущее сейчас туманно. Ну, перефразирую ту фразу, кто был всем, тот стал вдруг никем. И наоборот, наверное, тоже. Но о том, что наоборот мы поговорим про новых. Я согласна с многими социологами, которые считают последние несколько месяцев фактически президентскую кампанию, парламентскую кампанию, электоральным Майданом. Это так и есть. Это протест людей, которые они выражают не так, как это было раньше, формой протеста уличного, а формой протеста... Ну, Майдан это все-таки смена политического курса резкая, да, вот с Востока на Запад. Наверное, чуть-чуть тут есть преувеличение. Это же не отказ от евроинтеграции, это не... Нет, но это смена политической парадигмы, которая существовала. Это смена, в том числе, если говорить о людях, которые остались, да, то есть это в большинстве случаев профессиональной политики, которые были в большой политике украинской в течение, там, 10-20 лет. Взять хотя бы того же Олега Лешкова, который также остался за бортом Верховного мира. Ну, я это сравниваю с цунами, вот, знаешь, она цунами все сносит, вот, когда идет, да, и практически, ну, мало кому удалось зацепиться, вот, особенно после парламентской стало ясно, да, что, в общем, смыло-смыло, как вот и новый пейзаж мы видим, абсолютно. Мне любопытно, конечно, какие мы видим последствия этих цунами, как ты говоришь. Электоральные цунами, потому что не электоральный Майдан, у нас случились электоральные цунами. Я сейчас наблюдаю за комментариями новых народных депутатов, я читаю биографии, и это абсолютно интересная ситуация, потому что если говорить о прошлом Верховной Раде, ну, какое-то количество людей я знала, хотя там тоже было тотальное обновление состава, да, но сейчас Верховная Рада обновилась, осталось только 100 депутатов, которые работали в прошлом СССР. Немножко даже тебя жаль, я познаю о твоих планах, ты не говорил публично писать книгу про украинскую политику, да? Вот мне кажется, придется или переписывать, или дописывать еще один том, потому что на самом деле, и причем он пишется на наших глазах, в принципе. Да, это правда. Вот перейдем от тех, кто был всем и стал никем, к тем, кто были никем и стали всем. Я имею в виду депутатов, практически, на слуги народа, которые выиграли все округа в Киеве, что вообще казалось невероятным при таких и мастодонтах, и популярных депутатах, типа Береза, там, и разного. Это просто смело, как цунами всех, и хороших, и плохих. Я не могу показать, но округ господина Третьякова, на котором он долгое время и работал, и он проиграл, в том числе, кандидату от слуги народа, хотя, что самое интересное, опросы, которые он проводил, и замеры, которые он проводил за два месяца этой компании, показывали его превосходство, там, в 15-20%. Я думаю, что и у других тоже было что-то подобное. Но у нас есть звонок телефонный в студию. Здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Сергею Мусайову. Добрый вечер. Говорите. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Движская область. Роман. Витаем у вас. Скажи, будь лаской, Роман. Движская, Движская. Айдар и Айдар, уважаемый Айдар, скажи, Аркадий Бабченко будет выступать на эфире? Спасибо за вопрос. Может быть, немножко... Ну, да, все равно зрители имеют право задавать любые вопросы. Аркадий Бабченко находится сейчас в отпуске, а в студии находимся я, Айдар Муждобаев, и мои гости Севгири Мусаева. Вот что... Да, может быть, Севгири Мусаева вернется в качестве ведущей на наш канал. Она как раз была ей до того, как уехала во всякие западные страны изучать политическую жизнь. Вот. Но это так. Будущее покажет, как оно будет. Будущее покажет, как оно будет. А мы вернемся к нашему политическому будущему. Не к нашему, Севгиле, а других людей в Трусковце. Нашей страны. Нашей страны. Приму такую торжественную позу. При слове Трусковец поднял свой политический рейтинг. Соглас есть, да? Как Куршавель звучит уже. Да, это прям последние несколько дней, к этому городу приковано все внимание. Внимание всей политической журналистики в стране. Мне кажется, там все ведущие политические обозреватели сейчас находятся. Мест нет. Да, и наблюдают за тем, что же происходит в отеле Риксос. Ну все, все слова прекрасные. Они все-все прекрасные. Зато зачитаем на оно, как тоже искусство произведения. В Трусковце в санаторно-отельном комплексе Риксос стартовала недельная школа Зе-депутата для будущих депутатов партии «Слуга народа». Ну, теперь серьезно. Будущие народные депутаты от партии «Слуга народа» в течение недели будут проходить обучение в Трусковце. С 8.30 до 21.30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики. В Трусковце сообщалось, что интенсив, если кто не знает, интенсив – это быстрое обучение, в Трусковце – это только первые недели широкого плана обучения, которое планирует партия. И вот что по поводу этого обучения сказал Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, преподаватели которой как раз сейчас обучают, вводят в курс дела новых народных избранников. За семь дней нельзя научить ничему, пишут в комментариях. Не согласен. В корпоративном обучении, а также в обучении с публичного управления, достаточно часто используются двух-, трехдневные и недельные интенсивы. Это только первая неделя широкого плана обучения, которое планирует партия. Мы не можем знать всего. Мы можем осознавать свои образовательные потребности и выбирать наиболее эффективные инструменты для их удовлетворения. Мы можем не поддерживать конкретную политическую силу. Однако, можем развивать культуру отношения к образованию и обучению. Ну, просто образовательный манифест. Я прошу прощения, но мне действительно нравится «Высокий штиль». Я как старый редактор, понимаете, я читал газету «Правда» еще в 30-х годах. Ну, на самом деле, без шуток, ну, действительно, что он может сказать человек, профессора которого обучают народных депутатов, он за все хорошее, против всего плохого. Но есть и такие язвительные суждения. Мы опять возвращаемся к интервью Сеглии Мусаева с Петром Порошенко. Вот что сказал об этом обучении ускоренном Петр Алексеевич. Он сказал, что сомневается, он как-то, что за неделю можно научиться быть депутатом. Послушаем бывшего главу государства. Если есть желание научиться быть депутатом за две недели, мы с вами, к сожалению, знаем ответ. Нет, превратить их в подручных чечетово-покойного, как ориентироваться и поднимать руки, за две недели можно, но не больше. Какая-то гоголевщина от всего этого. Я прошу прощения, это у меня как-то странно так начитался цитат, наслушался. Что скажешь Сибирь Фаридинона? Я считаю, что в любом случае это хорошая история, потому что люди, которые вообще не имеют никакого политического опыта, условия, в том числе этих списков, да, формирование партии «Слугой народа» было то, что это не должно быть депутатов бывших созывов. То есть мы начинаем историю с чистого лица. Да и люди друг друга не знали, они увиделись там сейчас. Да, то есть это, с одной стороны, хороший нетворкинг, тимбилдинг, эти модные наши выражения. В Америке набралось. А с другой стороны, я все равно считаю, что хоть какое-то введение, то, что им сделали, им сделают, это уже хорошо. Потому что за неделю, конечно, они не смогут научиться, условно говоря, понять все тонкости рекламента, и понять, что такое законотворческая деятельность, и что такое там... Но это начало, нам же сказали, что это вот как бы вводный курс, как курс молодого бойца. Самый курс, это, я считаю, что я не вижу, то есть я не отношусь к этому критично совсем. Я тоже согласен, что это правильно. Я считаю, что в любом случае это хорошо. И в Гарварде, например, тоже есть недельные, двухнедельные курсы, которые как раз-таки создаются для людей, которые не могут оторваться очень надолго. И для опытных людей, кстати говоря. Да, для опытных людей, которые работают... Но на этих курсах вы можете встретить замминистра европейских стран. Дипломатов. И они приезжают на неделю, на две, действительно это называется интенсив, и в течение этой недели-двух изучают, например, тактику переговоров. Или, например, работу, лидерство в том числе, условно говоря, работа, динамику в группах. Или, например, тонкости публичной речи. И очень много дисциплин, которые можно изучать, но вот на таких вот интенсивах. Я встречалась с людьми, которые приезжали, когда училась в Гарварде. Я видела участников этой программы, которые в том числе работали в небольших группах над своими проектами. Они приезжали на неделю-две. И действительно, многие из них говорили, что это полезная программа, которая дает представление вообще, куда, что движется. И какие есть, условно говоря, тенденции в образовании. Я считаю, что это хорошо. Другое дело, что, конечно, за неделю вряд ли можно понять. Но это начало. Это начало, как было сказано. Понять все тонкости, все особенности. Но это уже хорошо. То, что людей не просто запускают в Верховную Раду, которые до этого не имели никакого представления вообще о том, как работаешь. Украинский парламент, как принимаются законы и объясняют им какие-то базовые вещи. На самом деле, без шуток, это все равно, что меня туда запустите. Я хочу сказать, что такие подобные истории существовали и в парламенте прошлого САЗЭВа. И такие тренинги проводили в том числе грантовые организации для молодых депутатов. Какие-то элементарные, базовые вещи, которые нужны. Ну, в общем, учиться никогда не рано и никогда не поздно. Ну, пусть учатся, через неделю вернутся и будут уже, может быть, более осмысленно общаться с журналистами. Потому что задавали вопросы, журналисты даже в эфире АТР. Ну, просто люди реально не знают, что ответить по законопроектам, по каким-то делам. Ну, они просто не в курсе. Я думаю, что многие из них не думали, что они попадут в Верховную Раду. И так у кого-то я видела комментарий, что 250 человек, наверное, в новогоднюю ночь не могли даже и загадать себе желание, что будут перевыборы какие-то и что они в этом году станут народами. А представляешь себе, что вот, допустим, приходит, если бы у нас был развит букмекерский бизнес, не только в спорте, в узких каких-то вещах, а вот как на Западе бывает, да приходит такой, не знаю, фотограф или ведущий на свадьбу в букмекерскую контору в своем городе. И говорит, я хочу поставить на то, что я буду депутатом, народным депутатом Украины через полгода. Сколько вы мне заплатите там? Бери там 10 миллиардов долларов, пожалуйста. И человек бы выиграл. А у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос. Добрый вечер, меня зовут Марина, я вас в Донецкой области. Витаю. Витаю вас. У меня такое вопрос, стоящее вашего интервью с Петром Порошенко. Мені цікаво ваше враження, наскільки він, так би мовити, чесна людина, наскільки щиро він розмовляв про Україну, чи може він більш актор, який лоббіює свої інтереси. Взагалі ваше просто враження дуже цікаве, тому що всі політики, ми знаємо, що чудові актори. І чи відчули ви, що він справді дещо хоче добитися і допомогти Україні? Чи може це просто, так би мовити, його інтереси більше цікавлять? Дякую за запитання, насправді дуже цікаве і дуже доречне питання. І якщо ви питаєте про моє враження, я можу сказати, що в цьому інтерв'ю і з мого особистого сплакування я можу зробити, напевно, висновок, що Петро Левсівач у дуже багатьох моментах не був щирим. Але між тим я хотіла би сказати, що він живе у своїй реальності, де він тісно є державником, де він є дуже кваліфікованим і професійним дипломатом, де він в тому числі боронив українську державність всі ці часи. І весь цей час я маю на увазі протягом останніх п'яти років, де він створив незалежну церкву, і це правда. Але це не знімає з нього відповідальності за ці корупційні скандали, в тому числі, які супроводжували його президентство. І у деяких речах, у деяких питаннях я сумнівалася в його щирості. І, до речі, що я хотіла сказати, що дуже багато людей, які читали інтерв'ю і залишали свої коментарі, так само робили висновок стосовно його щирості і бажання визнавати якісь очевидні речі. Ну, а що до його заслуг, то, мабуть, тільки історія. Може, навіть і ближайші роки розставить під своїми містами. Наскільки весомо були заслуги Порошенка. Ми тут, думаю, не судьи, а судья Порошенка історія. Це, до речі, ми теж обговорювали, і це буде у іншій частині інтерв'ю. Да. Вообще, насчет вот этого космосу, в который улетають політики, прямо вот со старта, вони заходять... Це правда, і це... Почему так? Ну, от що мешає оставатися тим, ким там було? Тебе оточують люди. Ти створюєш собі такий своє коло, да, там, людей, з якими ти спілкуєшся. А почему оно таке плотное, це кольцо? Вот я сразу к Зеленському хочу перейти. Вот совершенно новий в политике человек пришел, да? Ну, пришел на место, которое, как зараженное уже многократно проверено, где человек вдруг вот именно в кольцо попадает. Вот. Насколько велик риск, что Зеленський в своем общении с внешним миром, в общении с журналистами, там, ну, вот все, что Порошенко сам себе ставит в вину, там, хотя бы через силу дано все-таки что-то понимает, вот именно коммуникации. Насколько велик риск, что в такое же кольцо попадет новый президент Зеленський? Такой риск всегда существует. И я могу сказать, что, мне кажется, наверное, Владимир Зеленський, как человек, который стал президентом три недели назад, три недели назад, три месяца назад, простите, наверное, только сейчас начинает понимать тот груз ответственности и тот объем задач, которые перед президентом стоят, и какие вызовы стоят перед страной. И мне кажется, в том числе, он это вот только сейчас начал осознавать, и это очень тяжелая ноша. Ноша тяжелая, но и вариантов разных много. В том числе, говорят, ну, при нынешней поддержке на выборах президентских, при тотальной просто, давайте прямо говорить, да, победе на выборах парламентских, что, наверное, в Европе нигде не было, и только в Украине, вот, просто никто такого вспомнить не может, да, и этот вот зеленый цунами, формально есть риск превращения президента в диктатора, партии, победившие в партию, там, власть, да? Насколько ты высоко оцениваешь такой риск? Мне понравилось выражение, которое в том числе звучало в нашем подкасте, в подкасте «Украинской правды» вот на прошлой неделе, что выборы парламентские, результаты парламентских выборов – это буйство демократии в условиях постправды. Мне кажется, это очень точное определение того, что в Украине произошло в этих парламентских выборах. касательно диктатуры и касательно того, какой кредит доверия украинцы оказали нынешней власти, очень многие мои коллеги говорят об этой угрозе. Я ее тоже, естественно, как человек, который умеет анализировать процессы, ну, который как-то давно уже работает в политической журналистике, я ее принимаю. Я надеюсь, что этого не случится, хотя риски такие точно существуют. Но сейчас вот загадывать на то, что будет, ну, знаете, как бы ситуация последних нескольких месяцев показывает, что, в принципе, мы не можем предугадать развитие сценария на ближайшие месяцы. И вообще вся политология помножена на ноль, мне кажется, вот последние месяцы. Это политтехнология, это исключительно политтехнология. Нет, политология помножена на ноль, политтехнология ей. Да, да, это 100%, потому что это вот политтехнологические, просто безупречно исполненная история. У нас есть звонок еще один, Сергей. Добрый вечер, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос. Добрый вечер, меня зовут Роман, я из Харькова. Скажите, пожалуйста, как ваше отношение к тому, что в России происходящее, в свете происходящих событий в России, там, избиений, арестов и так далее, но слушая комментарии всех российских телеканалов, там, ну, прогрессивных, так скажем, там, Эхо Москвы и другие радиостанции, нет, такое впечатление, что в российском обществе нет понимания того, что агрессия, которую Россия несет в мир, в Украину, ну, в другие, в Грузию, в Молдову, в Сирию, и взаимосвязь этой агрессии с внутренними проблемами, у них этого нет. Они думают, что, ну, туда можно, а здесь не должно быть, у них внутри этого не должно быть. Спасибо. Не задумывалась над такой постановкой вопроса. Единственное, что могу сказать, что угрозы, которые несет Россия в мир, не осознают и на Западе. Это то, что я могу нашим зрителям, тебе, Айда, рассказать с полной уверенностью, потому что я провела год в одном из лучших учебных заведений мира, и, к сожалению, там эти риски не всегда осознают и понимают. И для западного мира большую опасность сейчас представляет Китай, экономически, в первую очередь, ну, и политически так же, чем даже Россия. Я понимаю, что это связано в том числе с количеством вызовов, которые существуют в настоящее время перед западными странами, но такого понимания действительно, что Россия подрывает как раз-таки эти устои, и в том числе кризис либеральной демократии, и движение популизма, и подъем популизма, связанный в том числе с тем, что это провоцирует Россия, но такого понимания нет, к сожалению. Даже исследовательские, я могу сказать, что специалистов, которые занимаются и фокусируются на вопросе изучения России и российского влияния, или... Ну, этого нет, да? То есть как бы все закончилось с окончанием так называемой холодной войны, и западный мир существует в какой-то такой вот предигме того, что, да, вот был Советский Союз, сейчас Россия, это все равно более демократизированное общество, чем тогда было, и это как бы тот, этот вызов уже закончился там, да, там вот... Ну, не поняли, ребята, ничего на самом деле. Касательно того, что россияне этого не до конца понимают, я думаю, что главная эмоция, которая существует в российском обществе, это страх. Ну, российское общество поражено страхом. И корни этого им в первую очередь можно искать, в том числе и Советского Союза, но если говорить там про Украину, мы это все как-то там смогли преодолеть таким очень болезненным путем. И продолжаем. И продолжаем, в том числе, и платим за это очень высокую цену. Вот в российском обществе главная вот эмоция, она связана со страхом, и Россия движет страх, и в том числе я хочу сказать, что Путин им движет страх. Кого боится Путин, я прошу прощения? Как твое мнение? Путин боится... Или чего боится Путин? Путин боится существования однополярного мира, в первую очередь. Путин боится того, что Россия не будет сверхдержавой, а им движут такие эмоции. Путин боится потерять, в конце концов, власть. Но у него есть успехи, но пути к созданию, к разрушению однополярного мира, как он себе это представляет, очевидны же успехи есть. Да, и это главная историческая миссия России на данном этапе. Да, я хотел бы, конечно, коснуться темы Крыма. В конце программы это самое для нас актуальное всегда, тем более мы крымские татары. Мы же на крымско-татарском телеканале, Лидер. Крымские татары на крымско-татарском телеканале. А у нас тут был гость, у меня, вот в этой же студии, в этой же программе, Никита Патураев, он политический советник президента Зеленского. Человек, насколько я понимаю, один из людей, которые определяют стратегию политической команды. И я даже не успел ему задать вопрос про Крым. Он сам начал говорить, даже не отвечая на мой вопрос, про Крымско-татарскую автономию в составе Украины, про вот эти вот все вещи, которые нам очень болят и давно. С начала аннексии, ну и раньше, собственно говоря, тоже. Я предлагаю Никиту Патураеву послушать. Он, кстати, депутатом скоро станет тоже от партии «Слуга народа». И обсудить крымскую тему на будущее, что нас ждет в связи с Крымом. Перспектива создания крымской национальной автономии, она поддерживается. Так что, ну и мной, собственно, как ты знаешь, лично она поддерживается тоже. Я полагаю, что крымско-татарский народ это заслужил. Прости за такое слово, я просто другого даже не знаю. Ну то есть, понятно, что достоин. Но в данной ситуации еще и, я думаю, что вполне уместно сказать, что заслужил. Заслужил своими подвигами, подвигами своих представителей. Но, кстати, в том числе во время нахождения в составе СССР заслужил своим абсолютно достойным, соответственно, поведением. Ну там цитата была длиннее, но смысл ты поняла. Вот мы же помним, да, как Петр Порошенко в 16-м году, 18-го мая выступил с такой речью, прям как Мартин Лютер Кинг, что я вот дам крымским татарам автономию в составе Украины, они оккупированный народ, надо их поддерживать, институализировать и так далее. И мы не имеем на выходе ничего. Мне, я не скрою, было приятно это услышать из советника нынешнего президента. Вот насколько ты думаешь реально в новом составе парламента изменить 10-й раздел Конституции Украины? Для этого все есть. Для этого есть 254 голоса. Это моно-большинство и все карты в руки. И на самом деле, я думаю, что если движения в этом направлении начнутся, то мы их должны увидеть в ближайшее время. Но мне кажется, что тут очень многое зависит в том числе от позиции Меджлиса и от того, насколько Меджлис готов будет работать с офисом президента, с тем же представительством президента в Крыму, где есть уже новый руководитель. И мне кажется, очень многое зависит и от крымских татар. Вот смотри, сейчас, наверное, это можно архитеризовать не как кризис, но как некий ступор в отношениях. Власть сменилась президентская, Меджлис пока, по крайней мере, публично мы не видим никакого общения с офисом президента и с президентом. И даже не встречаются с представителем президента, причем не то, что никто-то не хочет. Но вот как-то они не встречаются, хотя, наверное, нужно бы уже встретиться. Вот как разрулить эту ситуацию, которая застыла, но которую нельзя в таком виде дальше воспринимать? Что ты скажешь? Я могу сказать, что мне кажется, таким тактическим просчетом была поддержка, в том числе, такая явная поддержка со стороны Меджлиса, крымских татар, Петра Порошенко во время президентской кампании. Потому что как институт, представительский орган крымских татар, мы должны в том числе думать над тем, как, если вдруг у нас будет новый президент, мы будем с ним работать. И я думаю, что, возможно, какое-то такое холодное отношение со стороны офиса президента вызвано в том числе и этим. Это можно изменить? Я думаю, что да, конечно можно. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим этот диалог, и я надеюсь, что он состоится. Я надеюсь, что какие-то орг-выводы, в том числе, будут сделаны и со стороны Меджлиса, и со стороны офиса президента. Потому что крымские татары – это часть национальной идентичности Украины. Это фактор возвращения, я считаю, что это один из важнейших факторов возвращения Крыма. И, к сожалению, этого не осознавал в полной мере Петр Алексеевич. Я надеюсь, что это понимают в команде нынешнего президента Украины. Потому что то, насколько заинтересованы крымские татары в возвращении Крыма, наверное, это главные адвокаты. Это то, за что нужно держаться. И предоставление крымско-татарской национальной автономии играет просто колоссальную, самую важную роль в этом вопросе. Если Вадим Резленский хочет изменить парадигму того, как у нас поднимается вообще вопрос, реализуется политика деоккупации Крыма, то он должен вздуматься над этим решением. Потому что я считаю, что эти две вещи, я всегда в этом была убеждена, я придерживаюсь этой точки зрения. Деоккупация и предоставление крымско-татарской национальной автономии, они взаимосвязаны. И это основа основ, которые нужно сделать. Потому что наша государственная политика в сфере деоккупации Крыма последние пять лет умещалась в три слова. Крым это Украина. Она была очень декларативной. Да, если говорить про президентский офис, я не говорю про работу других органов, но тем не менее это важно. Спасибо Сергею Мусаевой за то, что была с нами. Это была программа Prime на телеканале АТР. Смотрите нас в YouTube, подписывайтесь на наш YouTube канал. Еще раз спасибо большое, Сергею, что пришла, было очень интересно. Спасибо тебе. До побачи.